Екатерина Анатольевна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здравствуйте, друзья! Около 20 лет я работаю над собой, как женщина, и работаю с женщинами, потому что мои основные клиенты — это женщины. И, конечно же, у женщин главная задача — это отношения. Независимо от того, с чем приходят женщины, с какими вопросами, с бизнесом, с здоровьем, так или иначе, всё приходит к отношениям. Именно поэтому я хочу вместе с вами провести небольшое исследование. Что же такое экстра-женщина? Давайте посмотрим. Если в Википедии ввести слово «экстра», то мы обнаружим, что это что-то сверх, это самый лучший, это высшего класса. И что же это за женщина, которая немного сверх, которая самая лучшая и которая высшего класса? Давайте вместе это поисследуем. Исторически сложилось, что женщина вкладывает свою энергию вовне. Она хранительница очага, при этом мужчина — это добытчик, который охотится за мамонтом и приносит его к этому самому очагу. Но время течёт, социальные роли меняются, социальные маркеры меняются. И сейчас женщины порой занимают мужские роли, и это, как ни странно, совсем не пошло на пользу женщине. Посмотрите сами. Если изначально, когда мужчина и женщина нуждались друг в друге, когда один занимался добычей, другая очагом, они находились в зависимости друг от друга, и это давало им вот эту основу быть вместе, то сейчас мы более свободны с ростом технического прогресса в том числе. Мы гораздо более свободны, и мы вышли на уровень независимости. И если обратиться к статистике, то за первый квартал 2013 года по данным Агентства статистики Казахстана на 100 заключённых браков пришлось 34 развода. И если брать русскоязычное пространство из страны СНГ, то здесь статистика ещё более плачевная. Например, в Украине за прошлый год на 100 браков пришёлся 61 развод. Вдумайтесь, это больше половины семей, которые разваливаются, которые не могут найти общего языка, которые не могут выстроить отношения. И если мы посмотрим, то женщина за счёт того, что она более свободна, она всё меньше и меньше считает себя ответственной за отношения и вкладывает меньше энергии в отношения. Представьте себе мужчину, который решил создать бизнес, и он совсем не инвестирует в него свою энергию, свою силу. Он получит плачевные результаты, правда же? И наоборот, чем больше качественно и количественно он складывается в своё дело, в свой бизнес, тем лучшие результаты он имеет. То же самое и с женщиной, если она выбирает инвестировать в свои отношения, в свою семью. Если вы та самая женщина, которая готова принять решение инвестировать своё время, свою энергию в свои отношения, и вы готовы взять на себя это решение, а кому как не женщине брать на себя это решение? Посудите сами. Женщина гораздо более устойчива. Она выдерживает экстремальные нагрузки. Рождение ребёнка, например. Ну какому мужчине это под силу? Кроме всего прочего, сама энергия женщины, когда она рожает ребёнка, когда она вынашивает изначально ребёнка, её энергия направлена вовнутрь её тела. Далее, когда ребёнок рождается, её энергия направлена на энергию семьи, на воспитание этого ребёнка в семье. То есть кому как не женщине взять ответственность за отношения с мужчиной? И если вы готовы, то возникает следующий вопрос. Как же это сделать? Как стать этой самой эктраженщиной? И здесь мне хотелось бы поделиться с вами достаточно интересными исследованиями, которые потрясли меня в своё время. Около 25 лет назад Пол Маклин, это главный исследователь мозга Национального института психологического здоровья Соединённых Штатов, обнародовал ряд доказательств того, что человеческий мозг делится на три условных части. Первая часть соответствует рептильному мозгу. Это та часть, которая была у земноводных, у рептилий, и у которой есть функция защиты. Это поддержание безопасности, это выживание, это самосохранение. И представьте себе, что именно эта часть мозга занимает самую большую часть в человеческом мозгу, примерно две трети. Дальше, и этот мозг, самый древний, ему 100 миллионов лет. Дальше на него наслоился так называемый лимбический мозг. Это та часть, которая появилась у млекопитающих, чтобы они не бросали своих детёнышей, вскармливали их, и эволюционно это способствовало продолжению рода. И эта часть мозга отвечает за эмоции, она генерит наши эмоции. И, наконец, самая молодая часть, которой всего 2 миллиона лет, это неокортекс, это серое вещество, это, собственно говоря, наша память, наша память, наш интеллект, и, собственно говоря, всё человеческое сознание. И оно занимает примерно, эта часть занимает примерно 5% мозга. Это кора головного мозга. И если мы вернёмся к рептильному мозгу, то подумайте, во-первых, он занимает самую большую часть, во-вторых, всё восходит к выживанию, к тому, чтобы мы остались в безопасности. И наше выживание, сохранение безопасности основывается всего лишь на 5 основных выживательных инстинктов. Первый из этих инстинктов – это инстинкт бежать. Если вы посмотрите в природе, это очень распространённый инстинкт, но если, допустим, возьмём такой пример, возможно, вы видели старый фильм Жулия Робертс, который называется «Сбежавшая невеста». То есть инстинкт сбежать, вдумайтесь, в человеческом существе может включиться, даже сбежать из-под венца. Дальше давайте посмотрим, какие ещё есть инстинкты. Прятаться. Возможно, вы встречали людей, которые проживают свою жизнь, не выходя из своей ракушки, не выходя из своего домика. Они прячутся от проблем. Следующий инстинкт – это замирание. И, возможно, вам попадались люди, которые на протяжении своей жизни зависают, попадают в состояние набиоза и практически спят на протяжении всей жизни. Или, возможно, вам попадались люди, которые всё время находятся в состоянии бойцовского петуха, и вопрос только в том, с кем подраться. И они всегда готовы нападать, бороться и драться. И есть ещё один менее распространённый инстинкт, который отбрасывать, срыгивать, он образуется у животных в тот момент, когда они что-то берут ядовитое. Давайте посмотрим на человеческое существо. Что же управляет нами в нашем поведении и в наших решениях? Эти самые пять инстинктов. И несмотря на нашу свободу, ничего не изменилось. Вдумайтесь, вы принимаете решение, мы принимаем решение, исходя из этих пяти инстинктов. И если взять такой простой пример, то любая женщина знакома с такой ситуацией, когда мужчина приходит с работы и он голоден. И пока она его не накормит, любой диалог с ним будет неконструктивен. То есть пока она не утолит этот инстинкт голода, она не может вести с ним себя дальше, она не может вести с ним никакой диалог. И тогда, если у вас есть согласие, что вы женщина, которая берёт на себя ответственность за выстраивание своих отношений, что же вы можете делать, исходя из того, что вы осознаёте, что вами управляют пять инстинктов, которые отвечают за наше выживание. Первое. Это осознавать, что нами управляют инстинкты. 50% осознания – это уже решение. Второе. Это признавать инстинкты, которые вы чувствуете. И третий момент. Здесь есть очень-очень важная точка. В тот момент, когда включается инстинкт, он включается в теле, с этого момента проходит примерно 6 секунд до того момента, пока наши надпочечники не начинают вырабатывать гормоны, и мы не начинаем испытывать эмоции. И когда уже включаются эмоции, тогда мы уже не в состоянии управлять собой. В общем-то, наверняка, все это испытывали на себе. То есть наша задача – настолько оттренировать свою осознанность, чтобы укладываться в эти 6 секунд. И тогда у нас появляется выбор. И тогда мы действительно имеем возможность выбирать и руководствоваться в своих отношениях не просто выживанием, не просто инстинктами. А тогда у нас появляется пространство для выбора. И мы с вами говорили о зависимости. Это первичная стадия отношений между мужчиной и женщиной. И вторая стадия – это свобода, независимость, когда они свободны друг от друга. И тогда есть возможность выйти на третью стадию, которая является взаимозависимостью, где появляется эффект синергии. И один плюс один – больше двух. Несмотря на то, что очень много об этом говорят в бизнесе, первое место, где мы можем создать этот эффект синергии – это наши отношения, это наша семья. И если вы выбираете расти в своих отношениях, и вы выбираете расти со своим мужчиной, то, соответственно, ваша задача – отслеживать свои инстинкты, да, и постоянно работать над собой, потому что слово «любить» – это глагол, это не просто влюбленность, это не просто химическая реакция двух людей друг на друга, которые через полгода рассеиваются как дым. Это выбор. Как в своё время сказал мой муж, любовь – это выбор, любовь – это решение. И на самом деле любовь – это выбор, любовь – это решение работать над собой. И когда женщина принимает такое решение, она помещает своего мужчину в некое пространство, здесь есть хорошая метафора, возможно, вам довелось увидеть, как наши бабушки солили огурцы. Как это происходит? Помните? Мы берём обычный огурец, помещаем его в солёный раствор, и на протяжении двух-трёх дней огурцы становятся солёными. И когда мы помещаем своего мужчину в пространство любви, когда мы выбираем служение своему партнёру, рано или поздно он соглашается быть таким же, он соглашается быть любящим, он хочет к нам присоединиться. И в этом случае у экстра-женщины появляется шанс иметь рядом с собой экстра-мужчину. И тогда в пространстве, когда женщина отдаёт своему мужчине, а мужчина со своей стороны выбирает отдавать ей в ответ, вот на пересечении этих двух энергий возникает слово, которое является основой нашей жизни. Слово «любовь». И тогда у нас с вами есть шанс выстроить экстра-семьи, в которых вырастут счастливые, здоровые дети. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ